Для проверки, пожалуйста, поставьте плюсик, если меня хорошо слышно, и мы начинаем свою презентацию компании Аксесс. Спасибо, спасибо большое. Спасибо. Теперь отметьте, пожалуйста, есть ли в нашей комнате те, которые первый раз услышали о компании Аксесс, которых кто-то пригласил, и они первый раз. Отметьте, пожалуйста, единичкой. Единичка. Есть такие, которые никогда не слышали от такой компании? Есть. Даже если у нас один человек, вот двое уже есть, видите, даже если бы один человек находился в этой комнате, мы бы проводили презентацию по полной программе. У нас уже три, я думаю, что их присоединятся еще четыре, пожалуйста. Очень хорошо, очень хорошо. Мы вас приветствуем всех, мы рады вас видеть, и расслабьтесь, потому что вам предстоит приятное путешествие в ту страну, в которую все мечтают. И я вам скажу на протяжении этой презентации, покажу, как в нее попасть. А самое важное, друзья, когда мы уже вырастаем, когда мы уже вырастаем, становимся взрослыми, то мы понимаем, что забота о нас уже уменьшается, родители нам не помогают, а потом убеждаемся в том, что страна, страна, в которой мы живем, и подавно не думает, заботится о нас, она ждет от нас, чтобы мы на нее работали, чтобы мы вкладывали в нее. Отчасти есть и часть справедливости, но мы осознаем на каком-то этапе жизни, что нам нужно взять ответственность за все действия. И в том числе одна из сторон, с которыми мы соприкасаемся, это бизнес, это зарабатывание денег. И в этом направлении люди имеют очень большой опыт, то есть есть разные возможности зарабатывания. Я людей распределяю на две категории. Те, которые постоянно ищут работу, гастарбайтер или шабашники, и те, которые строят собственный бизнес. Это очень важно для понимания, что происходит в мире. И вы знаете, в интернете люди делятся также на эти две категории. Те, которые пришли подзаработать, и те, которые пришли строить собственный бизнес. Я вас поздравляю, всех тех, которые уже находятся здесь, и те, которые пришли в первый раз сегодня, что вы сегодня услышите то, что должен знать каждый человек, что намного разумнее строить собственный бизнес. Все богатые люди строят собственный бизнес, они не ищут возможности подзаработать. Это удел далеко, ну не будем обижать людей, но не очень умных, потому что умный зарабатывает много. Почему у тебя денег нету? Потому что нет мозгов. Почему нет мозгов? Потому что нет денег, оно взаимосвязано. Поэтому богатый всегда строит свой собственный бизнес. Собственный бизнес, его должен иметь каждый человек, друзья. Вот каждый человек. Поэтому у вас есть сейчас возможность узнать побольше об этом. Кто его строит? Кто его строит? Это умные люди, предприимчивые, ответственные, всегда обучающиеся, не ждущие от государства милостей, но строящие свое государство. И в этой комнате есть люди, которые построили собственное государство. Я имею в виду команду, которая живет, которая развивается, которая имеет свои традиции, которая имеет свое видение, свою культуру. Вот есть команда Игорь Козлов, имеет свою культуру, и мы эту культуру будем развивать и так далее. Поэтому я называю это собственное государство. И такое государство может построить каждый из вас. Поэтому, друзья, не ждите от государства никаких поблажек, никаких изменений, они будут происходить, но не в нашей жизни. Так же, как не происходило это в жизни наших родителей. Поэтому все, кто хочет зарабатывать много и наслаждаться, и это накопительство, которое он накопит в этом бизнесе, он может передать своим детям, вот это строят умные люди. А нужно для этого что? Быть предприимчивым, быть ответственным, брать ответственность на себя, обучаться всегда, развиваться для того, чтобы бизнес ваш тоже развивался. Я извиняюсь, чуть назад. Какие направления есть? Есть разные направления построения бизнеса. Есть хозяйственный, производственный, торговая сфера услуг, искусство и так далее. Люди и в этих направлениях, как ни странно, но бизнес, даже в искусстве. Возьмите великих певцов, актеров, для них это бизнес, и большой бизнес, они зарабатывают большие деньги. Записал диск, и он получает очень много денег, даже после многих-многих лет. Возьмите Битлз, возьмите многих групп, или певцов в отдельность. То есть, есть те, которые просто играют на вечеринках, они ищут заработок, а есть те, которые делают бизнес, которые записываются и размножают. То же самое и в интернете. Я постоянно буду делать параллели, потому что ничем не отличается бизнес в интернете от наземного бизнеса. Эти две категории всегда идут рядом. Какие затраты на эти бизнеса? Друзья, для того, чтобы построить бизнес на земле, нужно от 5-10 тысяч и до миллионов вложений и от 1 до 10, даже до 20 лет развития, чтобы достигнуть каких-то серьезных результатов. То есть, смотрите, вложения огромные. Если вы хотите иметь Макдональдс, без 100 тысяч долларов вам не обойтись. Потом нужно еще работать все это время, развивать, рекламировать, быть на высоте. Рабочие нужны от 5 и до несколько тысяч, зависимо от какого бизнеса. А, соответственно, здесь очень большие остроты и ответственность за этих людей. Естественно, на рынке есть жестокая конкуренция. Некоторые думают, что если я выучусь в школе хорошо, поступлю в институт, закончу его, потом университет или еще какие-то высшие образования, высшие инстанции, то я получу хорошее образование и буду зарабатывать больше. Отчасти, это правда, но эти люди получают несколько долларов больше, чем те, которые без образования, но бизнеса своего не имеют, и они вынуждены работать всегда на кого-то. Практически опять это шабашка. Поэтому стоит ли тратить на образование 5-10 лет? Я думаю, стоит, но только ради образования, но не для того, чтобы получить профессию, через которую вы могли бы зарабатывать. Глупо учиться для того, чтобы зарабатывать. Учиться нужно для того, чтобы иметь знания и расширить свой кругозор, увидеть возможность вокруг себя. Вот это очень важно. Потом сколько же лет нужно потратить на то, чтобы построить собственную жизнь? Столько же, столько потратит тот человек, который не имеет образования. Потому что начав бизнес, ты должен пройти все инстанции, неважно, имеешь ты высшее образование или нет. Высшее образование может дать только, может быть, возможность некоторой трудности пройти более легко. Мы же предлагаем вам собственный бизнес, международный бизнес, без университетов и больших вложений. Это очень важно. Это не говорит о том, что вы не должны обучаться. Мы должны обучаться. Обучение это первостепенная важность имеет роль. Но мы строим в интернете международный, не связан ни государством, ни городом, ни селом, ни родством, ничем. Мы строим международный бизнес. И вложения у нас в сравнении с настоящим бизнесом это просто мизерные. Мизерные. Поэтому вам решать, друзья. Я вам сейчас предоставлю возможность познакомиться с компанией, где это все возможно. Что для этого нужно? Необходимые условия, друзья, это желание строить собственный бизнес. Если у вас такого желания нет, вы можете по-английски уйти из этой комнаты. Мы вас не гоним, мы рады, что вы здесь, но если вы не хотите иметь собственный бизнес, который может вам принести тысячи, тысячи и миллионов долларов, то не тратьте свое время. Но если у вас есть это желание, то посмотрите, что вам для этого нужно. Всего лишь желание строить собственный бизнес и желание обучаться. Без обучения, друзья, ничего в этом мире не происходит. Мы должны обучаться и обучаться постоянно. И иметь интернет. Вот все запаниковали, что на Украине могут отключить интернет и другие связи. И люди действительно переживают, потому что это и есть тот инструмент, через который мы строим собственный бизнес. Без интернета нам никак. Никак. Поэтому три основных желания иметь собственный бизнес. Желание обучаться и иметь интернет. Остальное все дело наживное. Иногда люди говорят, ой, там нужны какие-то вложения, у меня денег нет. Вообще о деньгах речь не должна идти до того момента, пока человек не увидел возможности. С момента, когда человек увидел возможности, деньги, они приходят сами по себе. Никогда не начинайте с конца, начинайте с головы, сначала, то есть откройте глаза на возможность, и я вас сейчас приглашаю увидеть эту возможность, а дальше вы будете решать. Возможность открываться нам с компанией Аксесс. Об этой компании я могу говорить и говорю с утра до вечера. Почему? Вы убедитесь в этом чуть позже. Давайте познакомимся с основателем этой компании Севренер, человек, знающий свое дело, целеустремленный и добивающий своей цели, то есть человек большого бизнеса. И Боб Кенсала является президентом нашей компании. Я очень хочу обратить ваше внимание, кто входит в состав, потому что команда, руководящие лидеры, это очень важно знать, потому что они решают судьбу нашей компании. Джеймс Бонг технический директор, Эйми Эйд финансовый директор, Питер Уолд это наш адвокат, который решает все проблемы связанные с юридической стороны нашей компании. Офис в Миннеаполисе в штате Миннесота находится находился вот в этом здании, просто я не успел поменять фотографию другого здания. Напротив этого здания через дорогу находится наш офис, нашей компании, который занимает один из таких этажов. Посмотрите, один этаж полностью они оккупируют. Это очень большой офис. Я в этом офисе был в 2010 году встречался с некоторыми лидерами, в тот момент не был президента компании, но я планирую в феврале месяце быть в этом офисе и встречусь со всеми, со всеми вместе поговорим, сделаем видео для того, чтобы это было наглядно. Также, друзья, очень важно знать, настоящий бизнес не только олицетворяет руководители, есть и поддержка, которая делает ту работу, без которой практически бизнес не может состояться. Посмотрите, суппорт в основном в бизнесах работает на одном, максимум на двух языках. У нас более восьми. На более восьми языках переводится, если вы русскоговорящий, вы позвоните и вам ответят на русский язык, если вы китайец, на китайцем, если вы на испанском, на испанском. Скоро будет на все языки, потому что компания планирует уже в некоторых странах делать офисы наземные, чтобы там проводилась вот эта поддержка на том языке, где люди живут. Это очень важно. Цель компании стать провайдером номер один. интернет-рекламы, интернет-услуг, мобильных услуг для малого бизнеса по всему миру. Что такое провайдер? Давайте мы посмотрим. Вы видите Аксесс, Google, Yahoo, Bing, Яндекс. Это поисковики, Search Engine по-английски. Как это работает для новичков, я покажу. Вот смотрите, Аксесс выглядит так. То же самое выглядит и Google. Когда вы вставляете какие-то ключевые слова либо фразу, вот здесь например написано купить ноутбук в Киеве. То же самое вы делаете в Google. Что происходит? В Google вам дают такие ссылки, это могут от 10 до 20, на одной странице и более, и вы находите ту информацию, в которой вы нуждаетесь. То же самое есть практически таких поисковиков в мире имеется около 70. Естественно, самый популярный вы знаете Google, Яндекс, Яху, но есть и наш Аксесс, который претендует быть первым. И это не пустые слова. Друзья, мы сейчас наблюдаем другую картину, когда Аксесс находится в середине каких-то компаний, как Google, Intel, eBay, Facebook, Yahoo, IBM, HP, Microsoft, Apple и так далее. Что она там делает, наша компания? Это Силиконовая долина, и там находятся все большие мультимиллиардные компании, я говорил, мультимиллиардные компании, которые занимаются интернет-технологиями. И вот наша компания находится среди них. И тоже недавно она перешла в другой офис. Вот она находилась до сих пор в этом офисе в Силиконовой долине, и сейчас она тоже через дорогу перебралась в более больший офис. Почему? Потому что больше людей добавилось. Рабочих, которые разрабатывают новые технологии для нашей компании. Я помню еще в 2010 году, когда я сделал первое видео и выставил в интернет, он негодовал, говорили, Сергей, ну такой маленький офис, можно было бы его не показывать. На тот момент Стив Реннер сказал, когда мы выйдем и заработаем большие деньги, тогда мы перейдем, то есть мы строим бизнес и нормально тратить их разумно. И он был прав. По истечению трех лет мы перешли в очень большой офис, и это оправдано. Некоторые компании делают наоборот, тратят очень много денег на пафос, а потом с треском проваливаются. Нам такой бизнес не нужен, как говорил озеро, такой футбол нам не нужен. Дальше компания разрабатывает ротатор, поисковик, доменные услуги, мобильные услуги, рекламные услуги. Об этом стоит познакомиться поближе, но от неимения времени, если вам это все будет интересно, все это есть в других презентациях ваши приглашенные дадут вам эту информацию. Спросите вы, а какой спрос? А спрос всегда, друзья, потому что мы занимаемся рекламой. К примеру, я вам приведу такой пример. В Google есть такая возможность, Google сейчас не могу вспомнить, по пути я вспомню, как называется программа, где вы можете рекламировать. вы ставите свой сайт на ротатор, Google AdWords, я вспомнил, Google AdWords, вы ставите свой сайт на ротатор, настраивайте аккаунт и привязывайте вашу карточку. Ставьте, к примеру, вы хотите, чтобы 100 человек просмотрели ваш сайт сегодня. Ставите сумму, я пробовал от 1 100 цента, самое оптимальное это 10 центов за клик, и тогда у вас трафик создается нормальный. Посчитайте, 10 центов на 100 это 10 долларов в день, вот 10 долларов в день вашей карточке снимают, в месяц это 300 долларов, вы должны платить, и поверьте мне, что 100 сайтов или 100 просмотров это недостаточно для того, чтобы построить хороший бизнес, то есть нужно больше. В нашей компании мы можем это сделать уже на автомате, как бы бесплатно, зарабатывая 200 ай-кредитов, то есть 200 человек могут вас посмотреть, и вы сейчас увидите, как это делается. То есть реклама это двигатель торговли, реклама в интернете это пользуется большим спросом на рынке, расходованный продукт, любой бизнес нуждается в рекламе, необходимо постоянно увеличивать трафик, иначе другие вытеснят тебя. Реклама это уникальный продукт для MLM, реклама это уникальный продукт для всех, даже для тех, которые хотят позиционировать себя, либо показать свое фото, либо показать свои стихи, неважно, рекламировать себя нужно. А как это сделать? Наша компания умеет и предоставляет все инструменты для того, чтобы мы это делали грамотно. В этой индустрии, друзья, крутится полтора триллионов долларов, не миллионов, а триллионов. Это очень большие деньги. Это самая большая индустрия в мире. Такие компании, как Google, Яндекс, Байду стали миллиардерами благодаря возможности предоставлять людям возможность рекламировать себя и получать от них деньги. Возьмем Яху, Фликс или Фейсбук. Казалось бы, бесплатная регистрация, и ты можешь общаться со всем миром, но люди, получая там рекламу, они там рекламируют себя. То есть, кто-то продает, кто-то покупает, значит, бизнес происходит. Бизнес это там, где кто-то что-то продается и кто-то что-то покупает. Этого элемента практически бизнеса нет. Это просто тусовка. Поэтому, когда люди зарабатывают такие деньги, давайте мы зададим себя вопросами, а можем ли мы зарабатывать вместе с ними? Да, однозначно, что не все смогут прийти с такой идеей, как Facebook, или как Яндекс, или как Google. Понимаете, они пришли с идеей, и эта идея превратилась в миллиардные доходы. Но, находясь поблизи с этими миллионерами, или работая вместе с ними на одном рынке, вы знаете, те крохи, которые выпадают со стола вот этих миллиардеров, они могут оказаться очень существенными. Поэтому давайте рассмотрим, что мы здесь можем заработать, будучи консультантом интернет-маркетинга. Самое главное, друзья, это то, что я просто больной вот этой идеей, это не идея, это уже осуществилось со мной, это осуществилось практически со всеми теми, которыми начал работать в этой компании, потому что с первого дня мы уже приступаем к пассивному доходу. С первого дня, со второго дня мы уже приступаем к пассивному доходу, это очень важно. Пассивный доход меня так вдохновляет, друзья, что если бы у меня был пассивный всего лишь на 5 тысяч долларов, вы понимаете, я бы его не променял на 20 тысяч долларов ежемесячного заработка, и даже на 50, я бы его не променял. Я не прочь заработать вот эти деньги, но если поменять их на временный заработок, даже если на 20 лет, я бы не променял. Почему? Потому что там нужно работать, там нужно всегда быть и следить за тем, чтобы все это происходило. Пассивный доход это то, что поступает в наш карман, независимо, делаем мы эту работу или нет. Вот это меня очень вдохновляет. И что мне дает пассивный доход, подумайте, друзья, я живу сейчас в Америке, но я с легкостью могу оставить здесь все и уехать в ту страну, где я не знаю ни языка, где меня там никто не встречает, и я буду иметь этот же пассивный доход. Вы понимаете, о чем я говорю? Меня не напрягает ничто в той стране, ни поиск работы, ни изучение языка, потому что у меня есть на что жить. Поиск работы нужен для того, чтобы зарабатывать. Язык нужен для того, чтобы уметь общаться с людьми, чтобы искать работу. А если у меня все это есть, зачем мне это нужно? Если я и буду делать что-то, буду это делать в удовольствии. Вот почему нужен пассивный доход. Но несмотря на это, компания говорит, что вы, компания вам ничего не гарантирует, а в плане дохода все зависит от вас. Это не финансовая пирамида, это не гуманитарное общество, а это бизнес. Мы вас приглашаем в бизнес. Поэтому будьте внимательны, что нам компания предлагает. Предлагает она следующий маркетинг. Выплаты происходят следующим образом. 70% от общего дохода компании в день, потому что она зарабатывает каждый день, соответственно, она и выплачивает нам в каждый день. 70%. Вы увидите 30% комиссионных и 30% разделения прибыли. И как это происходит? Давайте посмотрим. Практически компания нам предлагает три маркетинг-плана. То есть мы получаем по трем направлениям. Первый – Adview – это реклама, план розыгрышных продаж и план сетевых продаж. Давайте рассмотрим план прибыли от рекламы. Всего, что нам нужно сделать, друзья, просмотреть 25 реклам по 30 секунд. Здесь написано 24, но я говорю 25, потому что 25-й кадр, будем так говорить, дает нам бонус на 25 ай-кредитов сверху. Поэтому очень важно просто-напросто просмотреть 25 сайтов. Они выплывают автоматически. Мы только нажимаем на определенную кнопку, 30 секунд прошло, появляется другая реклама. Получить долю общих продаж компании по всему миру, основанную на вашем уровне. То есть уровне PV. То есть, образно говоря, PCV – это, друзья, образно акции. К примеру, если вы решили открыть ресторанный бизнес, и вас строит человек, ресторан стоит 100 тысяч долларов, один вложил 50 тысяч, и двое вложили по 25. Когда будет разделить прибыль ежемесячную или ежемесячную, как они договорятся, то эту прибыль поделит тоже самое. На 50% и по 25. То есть каждый получит вложенную, независимо, сколько они работают. Работают все с 6 утра до 12 ночи. Но прибыль разделяется именно по вложенным деньгам. То же самое здесь. Как зарабатывать и откуда берутся PCV, мы сейчас будем говорить чуть позже. Снижать собственные затраты на рекламу, плюс зарабатываете дополнительные рекламные кредиты. Действительно, как я вам говорил, если на Google AdWords вы должны платить за каждый клик, здесь мы понижаем наши затраты тем, что мы просматриваем рекламу и нам дают эти деньги, эти деньги в виде i-кредитов. И мы расплачиваемся не с карточки, а расплачиваемся именно вот этим i-кредитов, которым у нас накапливается в каждый день от 25 до 200. Как это выглядит? Примерно так. Когда вы зарегистрируетесь, ваш спонсор покажет вам наглядно, как это происходит. План розничных продаж. Вы можете также, изучив хорошо наши продукты, а наши продукты очень-очень востребованы, и появляются еще, и будут появляться новые продукты, которые вы сможете продать заинтересованным клиентам. От этого вы будете иметь до 25% прибыли. Вам начисляется прямо в ваш офис. Построение команды, вы можете построить команду, а выгодность команды, очевидно, в этом я тоже вас посвящу. Заработок дополнительных комиссионных с командой. Это очень важно. Это очень важно. Из этого состоит как раз тот пассивный доход, о котором я не перестаю говорить. И третий план вознаграждения – это сельских продаж. Восемь видов заработка, комиссии с прямых продаж. То есть вы продали, вы напрямую получили комиссионные. Базовый план выйдет от шести уровня. Мы получаем до шестого уровня. Это базовый. То есть базовый. Дальше есть дополнительный, которым тоже нужно быть внимательным. Лидерский бонус – это дополнительный. Директорский бонус – это дополнительный заработок. Инфинити бонус, который я просто обожаю. Я просто обожаю. Я всем желаю, чтобы вы почувствуете, что такое. Помните, как мой спонсор, которому я очень благодарен, Игорь Козлов, я буквально полгода не мог достигнуть этого статуса блюдаема. И он мне говорил, Сергей, ты понятия не имеешь, что такое быть блюдаемом. Я довольствовался тем, на тот момент, тем заработком, который был, и это был тоже приличный заработок. Но когда действительно я стал блюдаемом, для меня открылся инфинити бонус – получать 1% до бесконечности. И когда ты видишь, что на 35-40% ты получаешь больше, понимаете, то тогда действительно я оценил то, о чем он переживал. Ройлити бонус – это еще на 3 поколения добавочной прибыли, о которой тоже нужно стремиться. Как это выглядит на практике, друзья? План сетевых продаж выглядит следующим образом. Консультант. Естественно, в самом начале я говорил, что если в традиционном бизнесе требуются очень большие уложения для того, чтобы построить бизнес, и немало времени, и ответственности, и труда, то по сравнению с тем, у нас просто мизерные вклады для того, чтобы строить настоящий бизнес. Настоящий бизнес. А именно. 500 долларов пакет на статус консультанта. Вам открывается возможность зарабатывать до третьего уровня, 5% с первого уровня и по 2% со второго и третьего уровня, проплачивая ежемесячно 10 долларов для того, чтобы быть активным. Но настоящий бизнес начинается с Гольда. Вот Гольд – это золотой статус, 2000 долларов, ежемесячных 20 долларов, и у нас открывается совсем другая панорама. С первого уровня мы зарабатываем 10%, по четвертый уровень 3% и пятый и шестой по 2%. Со всех партнеров в этом уровне мы получаем такой процент ежедневно. Смотрите, Латина начинается уже другая панорама. Добавляется в пятом уровне 3%, но также добавляется еще 1% – это лидерский бонус. Это 1% с первого уровня. Если вы получали 10, вы будете получать 11. Даймонд уже получает по 1% с двух уровней и до 6 уровня 3%. Добавящий у нас первый и второй уровень по 1%. Рост происходит следующим образом. Когда у вашей первой линии есть 3 человека, зашедшие на определенный статус, на Гольд, вы становитесь Платиной. Когда ваша первая линия становится Платиной, когда у них по 3 человека, вы становитесь Даймондом. И так далее. То есть эта схема очень проста, о ней нужно говорить очень много, и будем говорить с теми, кто проявляет интерес к этому бизнесу, для того, чтобы у него перед глазами обрисовалась правильная картина, как строить правильный бизнес. И достигая Блю Даймонд, друзья, вот здесь встречается этот бонус Infinity до бесконечности. Вот к этому я вас приглашаю, потому что разговаривать с людьми, достигших Блю Даймонд, очень приятно. У них сияет лицо, у них радость в голосе. То есть это совсем другие люди. Вот к этому я вас приглашаю, и вот это преобразование я хочу, чтобы было в каждом из вас. Плазить в их продаж. Мы говорили о Royalty Bullmust, это когда мы становимся Black Diamond, это последние 3 ступени. Друзья, какие деньги зарабатывают люди на этом все? Мне неприлично сейчас говорить. Чтобы не обидеть тех, которые только зашли в комнату и не слышали о таких суммах, и не обидеть тех, которые знают об этом, но не проявляют достаточно сил для того, чтобы это достигнуть. Зарабатывают здесь разные деньги. Зарабатывают 50-100 долларов в день. Друзья, я еще раз говорю, не в месяц, не в неделю, не в квартал, а в день. Зарабатывают 500, кто 1000 в день, а есть, которые зарабатывают и 5 тысяч, и 10 тысяч в день, и 15, и 20 тысяч в день. И это не сказки. Как происходит, кто-то спросит, а откуда эти деньги, как они делятся, почему кто-то получает 100, кто-то получает 500, кто-то получает 1000, кто-то получает 5000. Все зависит, друзья, от нашего айпоинт-баланса. Вот о чем мы говорили. Помните, когда я говорил о том, в качестве примера, покупка ресторана, да, и кто что вложил. Посмотрите, с левой стороны, вот с красным пирогом стоит человек, но там около 75% прибыли, да, от общей компании. Естественно, он получит 35% делится между всеми, но каждый получает по-разному, потому что каждый вложил определенную сумму денег. Как это происходит, как нам это сделать, первое – это покупка нашего пакета. Отсюда начинается весь бизнес. Естественно, купив на 2000, вы заработаете, к примеру, около 10 долларов в день. Если покупаете на 5, это в 2 раза больше. Если на 10, это в 4 раза больше. Понятно, кто больше уложил, тот больше зарабатывает от ежедневных покупок. Поэтому очень важно определиться с вам статусом. Но это не окончательный, не один, это не последний и единственный путь, через который мы можем достигнуть вот этого большего баланса. Второй путь – это когда мы строим команду. И наша команда всегда делает рекламу в каждый день. После этого у него получается на следующий день какая-то прибыль в 10 долларов. А на автомате компания нам предоставляет возможность реинвестировать, то есть сделать перепокупку на 50% нашей прибыли. Примерно человек, он заработал 10 долларов. Система 50% отправляет ему на кошелек, а 50% реинвестирует. Так вот из этой реинвестиции покупается именно iPoint. Если у него было, к примеру, 4400 iPoint, то добавляется еще 5 сверху. То есть вот таким путем накапливается. Первый путь, когда человек покупает пакет, это пополняет его бюджет. И второе, когда он лично и когда его люди делают то же самое. Поэтому люди зарабатывают здесь такие деньги. Потому что все мы от заработка направляем в собственный бизнес и реинвестируем, будем так говорить, 50% минимум. Как это выглядит на деле? Это примерно так. За 3 января 30 долларов, за 4 170, за 5 157. И вот такая статистика наблюдается у многих партнеров. Но есть и другая, более такая ровная. 170, 8, 152, 128, 131. Но есть и другая статистика. Есть 409, есть 388, есть 1004, есть 1017, есть 1318, есть 3051 долларов в день. И я вам говорил, что есть статистика у людей, которые зарабатывают по 5, по 10, по 15 тысяч долларов в день. И все только по той простой причине, что наша компания имеет уникальный маркетинг план, который все мы, независимо в каком мы статусе, где бы мы ни находились, мы делаем репокупку. Мы покупаем продукт каждый день. Я обращаюсь к сетевикам, те, которые зарабатывают, работали в разных компаниях. Обычно платят когда? Платят когда, когда покупается продукт. А покупается один раз в месяц. Значит, один раз в месяц вам его плачут. А здесь мы покупаем каждый день. К примеру, если я заработал сегодня 200 долларов, минимум, да, заработал 200 долларов, то 100 долларов я реинвестирую. Мой спонсор получает 10%, 11% и даже 12% от моей реинвестиции. Пожалуйста. И то же самое до бесконечности. Все, что реинвестируется, все вышестоящие получают, согласно его статусу. Вот почему мы говорим о том, что мы зарабатываем пассивный доход уже со второго дня, и он не заканчивается. Вот с 2010 года, как я начал строить бизнес, не было дня, чтобы я не получал. Не было дня, чтобы у меня пассивный доход не рос. Он рос всегда и сейчас растет. Есть у нас автомобильный бонус. О нем тоже поговорим с теми, которые начнут делать бизнес. Нет смысла сейчас тратить на него время. Еще раз сделаем обзор. 10 видов дохода, бонус прямых продаж, многоуровневый бонус, лидерский бонус, президентский бонус, инфинити бонус, ролики бонус, бонус быстрого старта, лап-тап бонус, тап-тен бонус. Тап-тен бонус, тап-тен бонус, это те 10 людей в компании, которые делают самые большие продажи за месяц, они попадают и получают этот бонус. Ежемесячный автомобильный бонус и так далее. Какие деньги, друзья, какими деньгами сейчас владеет наша компания? В 2060 году она зарабатывала около 12 миллионов долларов в год и это показалось большими деньгами для службами, финансовых служб. Они ее просто-напросто арестовали для проверки. Пять месяцев сделалась эта проверка, ничего существенного не нашли. Они извинились и суд вынес оправдательный приговор в нашей компании и наша компания продолжила свою работу. Уже в 2012 году товароборот составил 98 миллионов долларов. Вот что делает наша компания. В прошлом году, в 2014 году, 250 миллионов долларов товароборота. И это все реклама, друзья. Это реклама. В 2014 компания с легкостью планирует достигнуть 1 миллиарда долларов товароборота. Скажите мне, пожалуйста, вы, присоединившись к этой компании, сможете ли вы здесь заработать или нет? Вам решать, а мы идем дальше. Вот здесь в ноябре прошлого года, 3 месяца назад, Стив Реннер поздравлял Black Diamond, которые заработали более миллиона долларов в год. Это миллионеры за один год, за полтора года, они достигли этого. Это китайцы. Это китайцы, о которых мы иногда отзываемся не очень хорошо. А они на нас не смотрят, они просто делают и зарабатывают. Кроме того, им были вручены автомобили и денежные премии. Следующее, что очень важно знать, наша компания собирается выйти на биржу. И она нам предлагает быть акционерами, то есть иметь долю в этой компании, быть соучредителем. Поэтому будьте внимательны, те, которые квалифицируют себя в этом году в эту программу, им будет начислена определенная сумма денег на трастовом аккаунте. В то время, когда компания выйдет на биржу, этими деньгами мы сможем по большой скидке купить акции этой компании и получать ежегодную прибыль. Опять-таки, по этой программе, я отмечаю, что это очень важно. Как квалифицируется, вы получите информацию с других источников от вашего пригласителя. Самое важное, над чем переживают очень многие сетевики, работающие в интернете, многие проекты не выводят деньги. Или есть проблема. С нашей компанией эти проблемы никогда не было и нету, и, поверьте, не будет. Потому что мы работаем с серьезными компаниями, которые предоставляют такие услуги, и деньги выводятся в каждый день. С момента, как вы зарегистрируетесь, вы заказываете себе карточку в «Пионер». Она доставляется вам в течение двух-трех недель, зависимо от того, где вы живете. И спокойно, беспроцентно переводите деньги на карточку. С других проектов это есть 3-5% берут за перевод. Здесь нету процентов. Это очень важно. Никогда на протяжении того времени, сколько я работаю и сколько работают мои партнеры, не было проблем с выводом денег. Поэтому это очень важно знать. Что же вам нужно сделать того, чтобы стать партнером нашей компании и начинать достигать того пассивного дохода, который должен иметь каждый человек? Это купить пакет на 59.95, это годовой, дающий вам возможность пользоваться сайтом. Купить директорский пакет на 2000 и выше. Начните делать серфинг. Серфинг – это смотреть рекламу. И делитесь информацией. Оцените. Купить на 60 долларов годовой пакет, купить лидерский пакет от луч и выше и смотреть рекламу, что занимает 15-20 минут в день, минимум. И если хотите зарабатывать больше, вы просто-напросто делитесь информацией. И мы вас ждем на такие конференции, которые проводятся в Азии, в Китае, в Малайзии, в Японии. Вот такие встречи, они очень важны. И я надеюсь, что многие из вас, кто воспринял эту информацию очень серьезно, будут на эти конференции. Последняя конференция, которая проходила в Америке, это в Лас-Вегасе. Значит, я жду в следующем году, в ноябре, многих из вас там, хотелось бы встретиться, обняться чисто по-партнерски, порадоваться общим успехом. Стив Реннер, наш папа, будем так говорить, который основал эту компанию, говорит следующее. Нашей целью является иметь как можно больше консультантов Аксесс, имеющих право собственности компании, как и мы. Аксесс – это ваша компания. Вместе с вами у нас есть светлое будущее. Мы хотим, чтобы наша семья Аксесс росла большой и сильно и стала первой компанией интернет-экламы и интернет-услуг в мире, как только наша компания станет публичной, она очень скоро станет публичной, с вашей поддержкой мы можем сделать это. Это его слова, и я присоединяюсь к нему. Что вам нужно сделать? Вот для тех, кто хотел бы начать этот бизнес, вы знаете, я вам скажу еще что-то больше. Есть люди, которые из простых вещей делают сложное, усложняют до того, что они сами запутываются. А есть гениальные люди, которые из сложного делают простое, чтобы даже малышу было понятно. Поэтому наша компания, несмотря на то, что она выглядит очень сложной, инструментов очень много и так далее, как зайдешь на наш сервер, чего там только нету, голова кружится. Но она сделала еще следующий шаг, она все упростила, то есть довела все до гениальности. Все очень просто, друзья. Построить бизнес – то же самое. Вам нужно найти троих человек, заинтересованных, иметь собственный бизнес. Не в заработке, не в заработке, а иметь собственный бизнес. Если вы таких людей нашли, помогите им найти тоже серьезных троих. Не подписать бабушку и соседку, пенсионерку, и не сына, и не дочь, и не невестку, а найти бизнесмена, найти человека, объяснить ему, насколько важно иметь собственный бизнес. А в собственный бизнес, в самом начале я говорил, что закладывается желание обучаться, желание работать, да, это и брать ответственность за это все. Ответственность за собственный бизнес, не просто отдавать деньги кому-то и ждать, что он принесет тебе прибыль, а все рычаги брать в свои собственные руки и обучаться этому делу. Если вы сделаете вот это простые действия, пригласить, найти троих человек, помочь им, найти то же самое, троих заинтересован в собственном бизнесе, практически раз бизнес состоялся. Есть еще очень хорошая схема, по которой вы можете ориентироваться, сколько людей можно пригласить, если делать маленькие шаги, но быть в постоянстве. К примеру, вы в месяц пригласили одного человека, вот за месяц вы нашли одного человека, который хочет иметь собственный бизнес. Это не значит, что первого, которую подписали. То есть можно из десяти выбрать одного, можно двадцать подписать, но из них найти только троих. Понимаете, то есть из всей толпы найти троих. Если это будет придерживаться и ваш приглашенный, то уже через три месяца у вас будет восемь человек, через четыре месяца у вас уже будет шестнадцать человек, но опять-таки вы находите одного человека в каждый месяц, в каждый месяц, минимум. А иногда, вы знаете, что случается за один день, вы можете найти тех людей, которые вам нужны, может за неделю. А если возьмем по одному месяцу, то вот такая статистика, через год у вас будет четыре тысячи семьдесят шесть бизнесменов, я не говорю гастребайтеров, я не говорю путешествующих за морковкой, бегающих за морковкой, которые перед глазами, а я говорю о бизнесменах. Если у вас будут только об один год бизнесменов, друзья, вы миллионер. Вы миллионер. А для этого нужно делать три простых вещи, которые я вам говорил. Три простых вещи. Поэтому финансовая независимость не за горами, друзья. Не за горами. Она здесь, в Аксессе. И я вас уверяю со всей ответственностью, если вы не сможете достигнуть пассивного дохода в Аксессе, то вы этого не сделаете нигде. Поверьте моему опыту. Обратитесь к лидерам высшего... Я могу спросить даже у Игоря Козлова. У Ольги Кох. У Владимира Болдырева. Это лидеры, которые ведут презентации, которые ответственны за то, что они говорят. Если вы не можете в этой гениальной компании построить собственный бизнес и выйти к пассивному доходу, то вы не делаете это нигде. Потому что все, что сейчас предлагается, это... Я даже не буду называть. Я все изучал, много чего попробовал. И то, что дает Аксесс, это на порядок, на порядки выше и надежнее, чем все остальное. Поэтому, друзья, в ваших руках иметь или не иметь, быть или не быть. Ваше решение за вами. Спасибо за внимание. С вами был Сергей Ролян. У меня есть еще пару минут. Я готов вам ответить, если у вас есть какие-то вопросы. И опять-таки, если я компетентен на них ответить. Сергей, вам можно будет задавать вопросы? Конечно, сейчас можете задавать. Так, чтобы в день было начисление 100 долларов, сколько человек должно быть в структуре? И на какие пакеты? Хорошо. Очень хороший ответ. Я люблю такие вопросы, когда человек ставит конкретный вопрос. Значит, вам нужно быть Гольдом минимум. Пригласите троих человек по три. Вырастите это до четвертого уровня, чтобы всех, и вы практически перешагнете эту 100 долларов на много. На много. В принципе, это должно быть около 100 человек. Если у вас будет 100 человек активных, то, в принципе, вы достигли этого. Но если вы построите до четвертого уровня, а там четвертый уровень намного больше людей, то вы практически нам больше в день. Не в месяц, а в день. Поэтому начинайте с простого. Вы приглашаете троих, помогаете им то же самое. Не занимайтесь переписью населения, потому что это запутает вас. И вы устанете, и им вы не сможете помочь. А если вы просто найдете троих, подпишите 5, 6, 7, 8 человек, 10 человек, 15, 20, из них выберите троих. Максимум выберите себе 5 человек, потому что вы не в состоянии работать с 5, когда у них уже будет у каждого по 5, потом у каждого по 5 будет 75 человек, вы не сможете со всеми работать. Вы работаете со своими. Обучайте их, чтобы они делали то же самое со своими. Поэтому много ли ей не нужно. Если вы грамотно построите свою структуру, то 100-150 человек, вам придет столько, сколько в других компаниях надо приглашать тысячи человек. Я недавно разговаривал с женщиной, которая говорит, я на бесплатный там где-то пригласила уже 10 тысяч человек в ее команде, и за 4 месяца заработала 400 долларов и купила себе в пакет. Понимаете? Я не собираюсь заниматься переписью населения, чтобы заработать 400 долларов за 4 месяца. Я подписываю троих людей и уже заработал полторы тысячи долларов. Зачем мне заниматься переписью населения? Так, еще. Сколько вы зарабатываете в месяц? Друзья, здесь неприлично об этом говорить. Но я вам скажу следующее. Я зарабатываю столько, сколько позволяет мне свободно жить в Америке и выплачивать дом на 160 тысяч долларов. Имею на покупке все и вся. Я себе не ущемляю ни в чем. Если нужно компьютер, мне покупают все, что нужно в доме. В Америке намного дороже, чем в Молдаве, чем в России. Поверьте. Мне этого достаточно пока. То есть, я говорю о пассивном доходе. Поэтому я не буду оглашать, не потому что я боюсь. Я вообще горжусь тем, сколько я зарабатываю. И это пассивный доход еще. Понимаете, когда один лидер буквально неделю назад позвонил мне, он давно за мной пасется и хочет, чтобы я присоединился к его команде. И говорит, Сергей, ну что, когда ты присоединишься ко мне? Говорю, да слушай, я вежливо ему отказал, говорит, я занимаюсь своим бизнесом. Он говорит, ну ты хоть вышел на тысячу долларов пассивного дохода. Когда я ему назвал свой пассивный доход, который получаю каждый месяц по нарастающим, то он сказал, ну с таким доходом, конечно, тебе ничего не надо. И тема закрылась.